МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разрушенный большегрузными машинами участок дороги Караганда-Егандабулах будет отремонтирован. Областные власти отреагировали на заявление известного художника Карипека Куюкова. Из Караганды отправился культурный караван Жастар-Жастарга. Члены каравана будут оказывать консультативную помощь молодежи региона в каворкинг-центре Гудон. Старшеклассница средней школы номер 23 Гаухар-Жумагула признана самой красивой школьницей Караганды. В Доме дружбы состоялся первый городской конкурс красоты Мехтепаруа-2018. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов раскритиковал подчиненных за состояние дорог в регионе. Больше всего критики прозвучало в адрес Акима Каркаралинского района Халеля Максутова за разбитую дорогу от поселка Егиндеблак. Текущий ремонт дороги, ведущий к поселку Егиндеблак в Каркаралинском районе, был проведен в прошлом году. Однако большегрузные машины, которые перевозят продукцию горно-обогатительного комплекса «Алтай-Полиметаллы», повредили дорожное покрытие. Эта проблема получила большой резонанс после того, как известный художник, уроженец Егиндеблака, Карипе Куюков, заявил о своем намерении объявить голодовку из-за разрушаемой трассы Караганды и Егиндеблак. В областном Акимате заявили, что в ближайшее время начнется средний ремонт 25 километров дороги. В текущем проезд дали, а в этом году 25 километров мы средним ремонтом полностью отремонтируем. То, что в интернете пишут, это неправильная информация. Да, мы текущим ремонтом проходили, денег не было, и то, что нужно было. То, что там было, и это разбили. Также было сказано, что руководство горно-обогатительного комплекса прекратило сотрудничество с подрядчиками, перевозящими грузы на фурах. Теперь сырье и продукцию на предприятие доставляют на пяти КАМАЗах. Таким образом, загруженность не превышает 8 тонн. На жесткий контор взяли, круглосуточную охрану я поставил. Пока не нормализуется вот эта обстановка. По шансиманам запретили. Теперь только КАМАЗы, пять КАМАЗов будут ходить ежесуточно. И контроль со стороны недоезя Игнулаха будет уходить в правую сторону. Контроль машины будет стоять, экипаж пока снимать не будут. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов поручил сотрудникам дорожной инспекции усилить контроль над состоянием дорог в регионе, а органам правопорядка за большегрузами, чтобы предотвратить их движение там, где это запрещено. Миром Гульсал Кимбаева, Андрей Тенжи, Слан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким области Ирлан Кушанов встретился с руководителями благотворительного фонда ДАРА. На встрече речь шла о работе кабинетов психолого-педагогической коррекции для детей с особыми потребностями. В настоящее время в Казахстане ведется работа по внедрению инклюзивного образования. Планируется, что дети с особыми образовательными потребностями будут обучаться не в специальных школах, а в общих образовательных учреждениях. Однако инклюзивных классов в Караганде не так много. Об этом Акиму Карагандинской области Ирлану Кушанову рассказали руководители благотворительного фонда ДАРА, по инициативе которого в регионе действуют три кабинета психолого-педагогической коррекции в Караганде, Тимиртау и Шахтинске. Мы верим в эту систему, которая предоставляет услуги. Она такая очень потенциально сильная. Это услуги семье, имеющей особого ребенка. Причем эта услуга будет уже недалеко от дома. То есть если в Караганде сейчас пока только два кабинета коррекции, и мы хотели бы, чтобы количество покрытия детей услугами увеличилось. Благотворители отмечают, что специальных кабинетов не хватает. Фонд готов открыть дополнительные, но в них попросту некому будет работать. На сегодня остро стоит вопрос с нехваткой специалистов. Мы хотели бы рассмотреть вопрос расширения штатной численности специалистов, работающих в кабинетах коррекции. На данный момент, который кабинет открылся в Караганде, там работают всего 9 специалистов. То есть получается, если мы делим 18 часов на 5 дней, то каждый специалист работает 3 часа в день. То есть кабинет коррекции может работать интенсивно 3 часа, а остальное время оборудование и помещение практически стоит полупустым. 90 организаций образования в Карагандинской области работают в рамках пилотного проекта «Инклюзивный детский сад», «Инклюзивная школа», «Инклюзивный колледж». По мнению специалистов управления образования, эта вертикаль должна обеспечить единое образовательное поле для особых детей и их социальную адаптацию с раннего возраста. Глава региона Ерлан Кушанов подтвердил намерение и дальше развивать инклюзивное образование, в том числе и с помощью кабинетов коррекции. Это надо повсеместно открывать. Пусть будет это государство, пусть будет это частное. Где-то вам мы можем помочь, где-то мы вместе можем к этому двигаться. По разному. Надо двигаться и этот вопрос тоже закрывать. Специалисты отмечают, что ранняя диагностика и ранняя коррекционная помощь помогают значительно эффективнее ребенку преодолеть трудности и подготовить его к учебной работе, а также позволяют к школьному возрасту значительно сократить количество детей, нуждающихся в коррекционной помощи. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. За прошлый год доходы от электронной торговли выросли на 40%, а количество услуг, оказанных электронным правительством, возросло до 34 миллионов. О реализации программы «Цифровой Казахстан», проблемах журналистики и обеспечения сел интернетом на селекторном совещании рассказал министр информации и коммуникации Даурен Абаев. В начале совещания Даурен Абаев остановился на статистических данных, согласно которым цифровизация в Казахстане осуществляется быстрым темпом. К примеру, доход от электронной торговли возрос на 40%. Повышенная популярность электронной коммерции объясняется тем, что электронная торговля освобождена от корпоративного подоходного налога. Сдвиги наблюдаются и в пользовании электронным правительством. Только за 2017 год через портал электронного правительства было оказано 34 миллиона услуг. Также министр сообщил о крупных проектах, которые планируется внедрить в ближайшее время. К числу наиболее инновационных можно отнести открытие миграционных и цифровых цонов по всей республике. Если ранее трудовым мигрантам приходилось обращаться в шесть разных ведомств, то с открытием миграционных цонов они смогут получить необходимые услуги по принципу одного окна. А в цифровом цоне казахстанцы смогут обслуживать себя сами, практически без помощи операторов. Стоит отмечить, что пока эти цоны функционируют лишь в Астане. В третьем, до конца года планируется открыть цифровые цоны в каждом областном центре по всей республике. Работа данных цонов будет полностью автоматизирована. То есть услуги можно будет получать без участия. В ходе совещания посредством видеосвязи свои вопросы министру задали жители всех регионов страны. Большинство вопросов затрагивали темы обеспечения населения сельских местностей интернетом, обучение цифровой грамотности, а также изменение методик обучения журналистов. Даурин Абаев ответил на все поставленные вопросы, а также подчеркнул, что всегда открыт для общения с населением. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант», город Санкт-Петербург. В Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский с 15 по 30 апреля лично проведет прием пациентов. Избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи. Уберет причины хондроза, сколиоза. Использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок – 365-00. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас – 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В Караганде состоялась торжественная отправка информационно-пропагандистского культурного каравана «Жастар-Жастарган». Члены каравана будут оказывать консультативную помощь молодежи региона в коворкинг-центре «Гудзон». В день открытия центр посетил заместитель Акима Карагандинской области Алман Сайдаров. Пропаганда государственной молодежной политики. Такую задачу поставили перед собой члены каравана. В их число вошли представители управления по вопросам молодежной политики, здравоохранения, занятости, управления по делам религии, департаментов внутренних дел Карагандинской области и активной молодежи региона. Весь год активисты будут консультировать молодых людей по различным направлениям. Первым делом караван «Жастар-Жастарга» отправился в Абайский район и Тимиртау для разъяснения пяти социальных инициатив президента. Напутственное слово участникам каравана сказал заместитель Акима Карагандинской области Алмаз Сайдаров. Я вот сегодня хочу пожелать молодежи, во-первых, нашему каравану удачной поездки, легкой дороги. Как вы знаете, инициативы, озвученные президентом, весьма важны для нашей области, в частности для молодежи. После отправки каравана почетные гости посетили уникальный куворкинг-центр «Гудзон». Здесь планируется проводить различные тренинги по саморазвитию, устраивать мастер-классы, а также оказывать консультативную помощь молодым людям. Куворкинг-центр намерен стать площадкой для развития предпринимательства среди молодежи. Полностью упаковкой мы занимаемся всего проекта. Это от А до Я получается. Это получается, он получает упакованный дизайн. Если у него в сфере, допустим, веб или программирование, мы этим помогаем. Разработка бизнес-плана и женить бы, если это ГЧП-проект с государством, либо если это коммерческий проект с фондами определенными. Развивать в молодежи будут не только навыки, необходимые для ведения бизнеса, но и творческое начало. В центре создана приятная атмосфера, располагающая к творчеству. В будущем в одном из залов центра планируется проведение музыкальных вечеров и караоке. Алмаз Айдаров от лица Акима Карагандинской области преподнес работникам центра в подарок музыкальные инструменты, пожелав ему удачной и плодотворной работы. Стоит отметить, что уникальный центр был открыт при областном молодежном ресурсном центре. Создание проекта продиктовано желанием сделать досуг молодежи полезным. Наша главная цель – создать для молодежи полезный досуг. У нас много талантливой молодежи. Мы хотим дать ей возможности для всестороннего развития. На базе центра открылись художественный кружок и клуб волонтеров. Мы будем оказывать поддержку тем, кто обладает интересными идеями для стартапа проектов. Само название «Гудзоун» переводится как «хорошее место». Мы надеемся, что это место станет для молодежи особенным. Куворкинг-центр будет принимать посетителей шесть дней в неделю с девяти утра до девяти вечера. Товжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Международный день семьи отмечался 15 мая. Этот праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Его цель – обратить внимание общества на существующие проблемы семьи. Компания ТВКЗ-4 совместно с областным управлением здравоохранения в честь праздника организовала семейный спортивный праздник в гимназии номер 93. В Казахстане Международный день семьи имеет особое значение. Семья для казахов – издревле понятие святое. Рождаясь и воспитываясь в семье, ребенок впитывает все, что присуще этому дому. Именно поэтому воспитанию детей в казахских семьях уделялось большое значение. Не меньшее значение уделяется и сегодня. Родители младшеклассников гимназии 93 с удовольствием приняли участие в семейном спортивном празднике «Мама-папа-я. Спортивная семья». Среди участников – второклассник Алихан Есентай. В соревнованиях он принимает участие вместе с родителями. Я являюсь отцом Алихана Есентая, который учится в данной школе, гимназии номер 93, во втором Е-классе. Сегодня мы пришли сюда, чтобы принять участие в соревнованиях, посвященных Международному дню семьи. Особые взаимоотношения внутри членов семьи были выработаны вековыми традициями. У разных народов они разные, но общим остается одно – сплоченность семьи. Это и показали участники семейных стартов. В Центре здорового образа жизни ТОРТ и ВКЗ-4 совместно с ГУ Управлением здравоохранения Караганинской области сегодня в Международный день семьи проводят такое мероприятие в здании, в стенах школы, гимназии номер 93. Хотим пожелать всем участникам побед, высоких достижений в спорте. Стоит отметить, что в Международный день семьи проводятся различные просветительские, публичные и праздничные мероприятия. Концерты, благотворительные акции для опекунских семей и для ребят из многодетных и малообеспеченных семей. По итогам семейной эстафеты в гимназии 93 первое место заняла команда семьи Шайменовых, на втором месте семья Голиковых. Оставшиеся две команды поделили третье место. Андрей Тенн, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде выбрали самую красивую школьницу. В Доме дружбы прошел первый городской конкурс «Мехтебород-2018». Десять участниц старались покорить сердца зрителей и жюри достойными выступлениями в пяти этапах. Они отвечали на интеллектуальные вопросы, дефилировали в национальных нарядах, а также демонстрировали свои таланты. Конкурс «Мехтебород-2018» проводился впервые. Организатором выступила активная молодежь региона. Из 70 заявок на участие организатора отобрали лишь 10. Этим ученицам посчастливилось представлять свои школы на городском конкурсе и побороться за главную корону. Организаторы подчеркнули, что к отбору финалисток подошли тщательно. Выбирали девушек, у которых сочетается внутренняя и внешняя красота, а также острый ум. Так как это школьники, у нас первая задача, первый критерий стоял о их интеллектуальных способностях, о их умении творческому потенциалу. И на финальный этап сегодня подошли 10 конкурсантов. Каждая из 10 участниц конкурса служит примером для остальных. Они показывают успехи в учебе, придерживаются активной социальной позиции, а главное, они успевают всегда и везде. Ярким тому примером является ученица школы номер 68. Дина – очень разносторонняя личность. В свободное время девушка занимается танцами, стрельбой, вокалом и верховой ездой. У Дины свое представление о том, какой должна быть Микте Паруа. Сначала она должна быть целеустремленная для меня, это очень важно. Должна, ну это как бы мисс скул, точнее мисс скул, и поэтому она должна быть умная, думаю, умная и, конечно же, творческая. Конкурсанток оценивала жюри, состоящие из представителей молодежного маслехата, бизнеса, дизайнеров и людей искусства. Председателем жюри была выбрана Клюш Туляуханова, член Совета матерей областной ассамблеи народа Казахстана. Конкурс запомнился не только яркими выступлениями участниц, но и зажигательными песнями, которые исполнили приглашенные гости. По итогам конкурса обладательницей заветной короны стала ученица средней общеобразовательной школы номер 23 Гаухар Жумагулова. Звание первой вице-мист досталось Нуреновой Фатиме из гимназии номер 39, а второй вице-мист стала Мария Телегина, ученица гимназии номер 38. Всех участниц наградили дипломами и поощрительными призами. Помимо главных номинаций были предусмотрены и специальные. Одну из них, мисс зрительских симпатий, присудили Инкар Кульмаганбетовой. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аманцов Болмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова